С началом поста у многих своих друзей в Фейсбуке прочитал известное выражение о том, что главное в посте — это не есть друг друга. Чаще всего это означает, что пост человек соблюдать не собирается. Полная фраза, что вы постом хоть мясо ешьте, только друг друга не ешьте, принадлежит преподобному Серафиму Саровскому, который, как известно, борясь со страстями, тысячу дней молился на камне и под конец жизни питался одной травой с нытью. Когда я жил в Боровском монастыре, весной я попробовал эту чудесную травку. Калорий в ней ноль без палочки, ее можно добавлять в салат, суп или кашу, но питаться и одной за гранью человеческих возможностей. А преподобный Серафим Саровский ел эту траву годами и был бодр и весел. А еще батюшка Серафим как-то сказал, что я вижу в России падение веры, и все началось с нехранения постов. Сегодня многие современные христиане почему-то считают пост чем-то неважным и необязательным, как какой-то неудобный старинный обряд, забывая, что без поста духовная жизнь в принципе невозможна. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что у веры два крыла – пост и молитва. Любой, кто постигал духовную жизнь на практике, знает, что легко быть сострадательным и добрым, кушая в пост шашлык, запивая его хорошим вином. Но стоит отказаться ради поста от телевизора, любимых социальных сетей и перейти на постную кашу и начать молиться, как человек из благодушного и рассудительного на глазах превращается в неврастенника. Все ему не то, все не так. Просто пока человек не борется со страстями, они себя особо и не проявляют. Зачем ямщику каждую секунду дергать за узду, если лошадь и так идет, куда ему нужно? Но стоит ей пойти своей дорогой, а не той, что выбрал тот, кто ее управляет. Как узда впивается ей в рот и на спину обрушивается тугая жестокая плеть, так и человеку, решившемуся бороться со страстями, открывается их дикий необузданный нрав. От поста спящая в душе страсти просыпается и набрасывается на человека сворой голодных бешеных собак. В душе поднимается буря недобрых мыслей и чувств, совладать с которыми порой нет никакой возможности. Еще вчера милые люди вокруг раздражают, а самоничтожные неурядицы порой становятся поводом для истерики. И тогда ты сознанием собственной беспомощности начинаешь молить Бога о помощи. «Господи, помилуй! Господи, помоги! Погибай!» Это совсем не та теплохладная молитва на сытый желудок, где отдал Богу Богово и пошел по своим делам. Это крик о помощи, мольба при виде жестоких, безжалостных врагов. И как во время путешествия по Галилейскому морю с учениками, когда Христос уснул, и началась буря, чуть не погубившая корабль. Господь немедля откликается на твои смиренные горячие мольбы и говорит буре «Умолкни, перестань!» И в твоей душе немедля воцаряется благодатная, спасительная тишина. Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин